Что день грядущий нам готовит? Наступил второй месяц лета, а вместе с ним в жизнь казахстанцев приходят новые изменения. Чего ждать в этом месяце в подборке Ирины Вобещевич? В Казахстане в этом месяце пойдут на очередную меру, чтобы обеспечить защиту средств граждан от мошенников. Нацбанк сообщил о создании антифрут-центра, который будет представлять из себя технологическую платформу, в которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Подозрительные операции будут блокировать. Вводится обязательная маркировка на лекарства. Она будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграционную информационную систему для учета и прослеживания кодов маркировки и борьбы с контрафактом. Любой человек, который покупает лекарственные препараты, может получить сертификат качества. Министерство финансов подготовило изменения в минимальные розничные цены на сигареты, и они вновь поднялись в цене. 1 июля 2024 года самые дешевые теперь 820 тенге. Казактелеком с 1 июля поднял цены на некоторые тарифные планы архивной линейки. Например, домашний интернет до 100 мегабит в секунду по тарифным планам будет стоить 5 499 тенге в месяц. Изменения коснулись более 50 тарифов. Это коснулось порядка 10% абонентов, которые пользуются услугами интернет. На большинстве этих тарифных планов повышение составило от 600 до 1000 тенге. Также хотелось бы отметить, что большинство наших клиентов, они застрахованы от повышений, так как они выбирали тарифные планы с гарантией сохранения цены на долгосрочный период. С 1 июля повысятся цены на сжиженный газ. Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге. При этом предельная розничная цена незначительно повысится от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона. Так, в Карагандинской области стоимость составит 84 тенге. Обосновывают в Минэнерго необходимость повышения самыми низкими ценами на газ в мире. 6 июля в Казахстане отмечается День столицы, который подарит казахстанцам дополнительный выходной день. Он попадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд – 6, 7 и 8 июля. Дополнительный отдых никому не помешает. Жара, которую сначала так ждали, ну а потом уж слишком подустали от нее, начинает спадать. Вместе с прохладой придут дожди с грозами, порывистым ветром, градом и пыльными бурями. Прогнозируются колебания температуры воздуха. Ожидаются понижения ночных и дневных температур. 10-15 на юге области до 18 градусов ночью. А днем 22-27 на юге области 33 градуса тепла. У нас идет еще штормовые предупреждения пожарной опасности пятого класса. Это в основном юг Карагандинской области, Ултаусской области. Ну а в целом лето – сезон отпусков. Не побывавшие в отпуске карагандинцы будут отдыхать, а кому отпуск не светит, будет находить такие возможности в выходные дни. В июле идем в отпуск отдыхать. Думаю отдохнуть в конце месяца. В Балхаш поехать, на озеро купаться. Ирина Вобещевись, Злухарна Исмахаев, Равиль Валеев, 5 канал.